Здравствуйте дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачный Совет. И сегодня у нас 28 июня. Я нахожусь в теплице. И многие просили у меня показать, как выглядит томат манго-джанго. Но вот я как раз хочу показать вам. Вот у меня три растения. Одно, второе и вот совсем маленькое третье. Почему они такие маленькие? Потому что я их посеяла на рассаду 9 апреля. Так вот случилось, что я как-то пропустила именно этот сорт. Почему-то я его не посадила. Чем? Вот если вы его выращиваете первый раз, этот сорт, и не знаете, как он выглядит, как его можно определить по внешнему виду? Во-первых, он такой вот крепыш прям такой. И листики, видите, у него как опускаются и немножко как бы заподворачиваются. Вот такая вот листва. Он прям отличается от всех остальных сортов. Вот этот тоже. Этот повыше, но вот видите, листья прямо вот так вот вниз опускаются. Вот я все-таки думаю, что у меня все три растения манго-джанго. Очень на это надеюсь. Но вот плохо, конечно, что они соприкасаются с землей. Надо вот убирать. Потому что, видите, начинаются пятнышки на них. Не нужно, чтобы листики лежали на грунте. Видите, вот они все. Это при том, что они политы. Это не сухо им. Вот такое вот растение. Оно как-то вниз немного листики опускает. Особенно если ему холодно. Этому растению, если понижение температуры. Вот у меня еще пока только первая кисть сформировалась. Она еще даже не завязалась. Когда чуть немножко попрохладнее, и он прям вот этот вот лист, вот аж прям вот так вот закручивает. Вот так вот прям закручиваются листики у него. И он прям очень такой мощный. Кустик мощный. Вот видите, маленький, а он какой толстый. Вот это вот, я думаю, почему у него побольше, как бы более вытянутый такой ствол. Он не такой толстый. И между узле более большой промежуток, чем на этом. Потому что вот он, видите, в самом углу теплицы. И тут у нас темно. Вообще этот угол самый темный в теплице. И вот то, что где посветлее кустик, он, видите, более крепкий, более такой приземистый. А этот уже вот немножко по-другому выглядит. И вот так вот, видите, вот так вот у него листья и вниз всегда висят. И в прошлом году они у меня точно так же. Вот эти листики, они как будто как немного повявшие, кажется. Но на самом деле это вот такой сорт и есть. И вот этот. Ну, этому тоже немного темновато. Но все-таки тут уже поближе к двери. Он тоже такой более крепкий. А тут вот так вот. Вот так вот выглядит. Ну, конечно, я буду смотреть, какие плоды получатся из этого сорта на этих растениях. Очень надеюсь, что точно такие же, как в прошлом году. И, конечно, я уже буду собирать семена сама. Несмотря на то, что у меня есть еще семена этого сорта. Но не буду рисковать. Потому что многие пишут, что пересорт в манго-джанго. Я соберу все-таки свои семена. Потому что мне очень этот томат понравился. По вкусовым качествам, по внешнему виду, по структуре вот самого этого мякоти плода. Ну, и урожайность у него была неплохая в прошлом году. Несмотря на то, что я его неправильно выращивала. Ну, посмотрим, как в этом году. Ну, и вот он не очень все-таки высокий. На мой взгляд, он все-таки не вырастает слишком высоким. На этом я ролик закончу. Надеюсь, что у всех, кто посадил манго-джанго, вырастет именно этот сорт. И, поверьте, вы не пожалеете, если у вас получится именно манго-джанго. Замечательный сорт. Очень он мне понравился. Хорошо, что это сортовой томат. Будем сами его выращивать, если у нас получится в этом году вырастить манго-джанго. На этом я ролик закончу. Всем до новых встреч. Пока-пока.